И сейчас коротко о главных событиях. Сырьевые биржи Китая пытаются снизить активность торгов. Также в этом выпуске репортаж с круглого стола российский рынок Форекс в условиях правового регулирования. Сырьевые биржи Китая пытаются снизить активность торгов, которая наблюдается в течение последних недель. В результате чего произошел резкий подъем цен на сырье, что в конечном итоге может сформировать пузыри, пишет Financial Times. В понедельник некоторые сырьевые биржи Китая объявили об увеличении размера комиссионных и изменений в сторону ужесточения маржинальных требований. Также были введены дневные лимиты торговли по некоторым видам сырья. С начала этого года фьючерсы на сталь выросли на шанхайской бирже более чем на 50%. Трейдеры обеспокоены принятыми мерами по ограничению активности на сырьевых рынках Китая. По их мнению, это может привести к закрытию позиций, что может стать причиной резкого падения цен на сырье. Партнер MaxiMarkets.tv портал finversia.ru представил телерепортаж с круглого стола российский рынок Форекс в условиях правового регулирования. Круглый стол состоялся 12 апреля в МИА «Россия сегодня». Его организатором выступил Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов. Участники мероприятия обсудили законодательство, регулирующее рынок Форекс и перспективы развития Форекс-индустрии в новых правовых условиях. 12 апреля в Агентстве «Россия сегодня» прошел круглый стол российский рынок Форекс в условиях правового регулирования, организованный по инициативе Церфин. Модератор круглого стола, член Совета Церфин Ян Арт, выделил пять основных ключевых противоречий ныне действующего регулирования Форекс. Помимо пяти существующих проблемных зон действующего закона, на рынке идет разговор и о новациях, которые обсуждаются как возможные дополнения к закону. Председатель Совета директоров Финнеком ЛТД Петр Татарников, а также принявший участие в работе круглого стола в формате телемоста, выразил мнение, что статусы, созданные регулятором, не для ограничения, а для того, чтобы разграничить права и возможности инвесторов. Свою точку зрения высказал президент компании Максим Маркетс Яков Лившиц, заметивший, что регулятор создает рынки разными, а интернет делает их равными. На круглом столе была также затронута тема запрета предоставления россиянам услуг Форекс-трейдинга иностранными организациями. Вице-президент компании Телетрейд Дмитрий Дригайло напомнил, что сегодня на рынке Форекс работает примерно 500 тысяч российских трейдеров. Участники круглого стола сошлись во мнении, что сегодня рынку Форекс надо проработать на имеющихся условиях, а потом уже предлагать законодательные новеллы. В свою очередь, руководители Церфина пообещали активно способствовать развитию конструктивного диалога участников Форекса с Банком России. По мнению участников состоявшегося круглого стола, для запуска Форекс-рынка в новом регулируемом Банком России формате необходим определенный период тишины, в ходе которого и регулятор, и участники рынка смогут наработать практику, необходимую для дальнейшего анализа и совершенствования рынка. С одной стороны, рынок Форекс, да, он очень простой по сравнению с другими сегментами финансового рынка. Все более-менее представляют себе, что такое доллар, многие представляют себе, что такое евро, и примерно представляют, как устроена жизнь вот в этой дихотомии доллар-евро. Это более просто, чем знать что-нибудь про рынок государственных облигаций, например. Но пока что рынок Форекс еще молодой, недостаточно формально закрепленный законом, и если там добавить элементы защиты прав потребителей, раскрытие информации, то, что сейчас принято на других сегментах финансового рынка, да, это может быть первой ступеней к познанию финансового рынка как такового. Многие иностранные компании хотят войти на российский рынок, в то же время бывшие российские компании, которые понимают, что не справятся с требованиями, которые ставят перед ними федеральный закон, планируют с рынка уйти. Вот тот закон, который сегодня обсуждался, как мне кажется, он нужен. С другой стороны, ряд параметров этого закона на самом деле не способствует этой защите, потому что, с моей точки зрения, бессмысленно просто-напросто регулировать, допустим, размер плеча. В этом нет никакой необходимости, потому что значительно проще это регулируется через соотношение стоп-лосса к размеру депозита, который вносит клиент, открывая маржинальный счет. В этом случае ему изначально будет понятно, сколько он денег может потерять, и, соответственно, он для себя может решить, допустимо это или недопустимо. Продуктивный круглый стол, но при этом осталось ощущение, что не все вопросы обсуждены, и есть потребность в регулярном проведении подобных мероприятий, причем с участием не только экспертов от индустрии, но и смежников, и представителей органов государственной власти. Продолжение следует...